Хочу заснять свою машину. Напоследок. Перед ремонтом. Вот это меня стукнули в июле прошлого года. Знаю, будет очень сильный ветер, но я буду заснять. В июле прошлого года меня стукнули. Дяденька в меня въехал на грузовичке. А здесь меня стукнули в январе этого года. Молодой паренек на Вольсвагене въехал. И вот наконец настало время, когда нужно все это устранить. Хотите сейчас посмеяться надо мной? Я должна была в холодильник кое-что положить. Возвращаюсь к столу. Смотрю, то что я должна была положить, я не положила. Но я знаю, что я что-то положила в холодильник. Я должна была туда убрать масло назад. Масло лежит на столе. Думаю, что же я тогда убрала? Ребята, я вам сейчас покажу. Я не хочу показывать свой холодильник, потому что там страх и ужас. Но эту полку я вам покажу. Вот на эту полку я обычно ложу масло. Посмотрите, вместо масла, что я туда положила? Зажигалку. Которую я только что зажигала. Газ для того, чтобы приготовить себе завтрак. У вас тоже так бывает? Всем доброе утро. Почему говорю утро? Потому что у нас уже утро. Я нахожусь в своей ванной. Потому что сегодня вторник. И по вторникам я обычно убираю нашу ванну, детскую ванну и нашу спальню. У нас маленький дом. Но я не успеваю, из-за того, что я работаю каждый день, я не успеваю убирать все в один день. Мне кажется, это каждый так. Пока я убираюсь, я периодически буду исчезать из кадра. Но говорить я все равно буду. Я хотела бы рассказать о том, как я вчера сдала свою машину в ремонт. Что вообще произошло. Может быть, кто-то не знал, не в курсе событий был. И на чем я сейчас езжу. Знаете, я, наверное, сейчас сделаю... Куда я положила пульт? Я сейчас, наверное, сделаю микрофон, чтобы, если я буду отходить подальше от телефона и микрофона, чтобы вы могли меня слышать. Ну все, я вооружилась. Здесь очень длинный шнур. Так что, если я даже пойду на кухню, вы меня услышите. Итак, за рулем... Самое главное, пульт не потерять. За рулем я нахожусь уже в Америке. Я живу 14 лет. И за рулем... Да, кстати, в феврале будет 14 лет, как я нахожусь за рулем. Но на права я сдала еще в 17 лет. На права я сдала в Казахстане. Я училась в автомеханическом техникуме. Такой пейзаж некрасивый, когда я из экрана исчезаю. Но мне нужно делать свои дела сегодня. Поэтому пока будем делать то, что делаем. В общем, на права я сдала еще в Казахстане. В 17 лет. Я училась в автомеханическом техникуме, на диспетчера, пассажирских перевозок. И там же нас обучали на права. Категория B у меня была. Но так как мне не было еще 18 лет, когда я закончила техникум, то права мне выдали только в 18 лет. Когда я сдала на права, то на машине я не ездила. У нас машины дома не было. Родители машину покупать не хотели. Они категорически отказывались от машины. Поэтому мы были без машины. И мне так жалко было. Думаю, выучилась. Для чего я вообще училась? Для чего у меня эти права? Мою стекла. Если я на машине не езжу. Но я не знала о том, что Бог уже заранее меня готовил к тому, что я перееду жить в Америку. И мне будет гораздо проще, если я приеду с правами. Мне уже учиться здесь не надо будет тогда. Потому что здесь обучение очень дорого. Ну, вообще любое обучение, хоть где, наверное, дорого. В общем, я, когда приехала в Америку, мне уже было 30 лет. И здесь мне нужно было только сделать перевод своего водительского удостоверения на английский язык. И сдать теорию. Вождение мне сдавать не нужно было. Что мне было на руку. Потому что там обязательно нужно было сдавать параллельную парковку. Я ее сдавать не умею. Не знаю, знаете вы это или нет. Я не знаю. Просто, может быть, я сейчас Америку кому-то пытаюсь открыть. А вы ее уже давно знаете. Что такое параллельная парковка. Когда одна машина и вы сзади припарковываетесь. Параллельно. Как бы в одну линию с ней. Я парковаться до сих пор не умею так. И боюсь даже учиться, чтобы никого не стукнуть. Ни с кем не поцеловаться, как говорится. В общем, поэтому, так как у меня уже было водительское удостоверение, я сдала на права. Только теорию. А вождение уже все. Уже от вождения автоматически у меня как бы было все включено. И так я ездила 13,5 лет. Без аварий. Без штрафов. Без остановок полицейских. Без всяких таких неприятностей. И вот в прошлом году летом, когда я возвращалась в церкви. Уже было 9 часов вечера. Там такой перекресток неудобный. Как бы Т-образный перекресток. И он не просто вот так, знаете, а он еще и вот так. Не вот так ровно, как вот так я встану. Как буква Т, да? А немножечко вот так. И я стояла вот с этой стороны, скажем так, вот к этой линии. И вот с этой стороны, с этой стороны мне машин не было видно. Я чуть-чуть проехала вперед, чтобы мне было видно с левой стороны машины. Сзади меня стоял такой небольшой грузовичок. Он меня не увидел. Не знаю, как можно было меня не увидеть, если я стояла прямо перед ним. У меня горели сигналы этого. Тормозные вот эти фонари горели. Как можно было меня не увидеть. Ну, в общем, он меня не увидел. Он решил почему-то, видимо, тоже проехать, может быть, вперед. И ударил меня в дверку. У меня багажник открывается так сверху. Ударил меня в дверку. Для меня это был полный шок. У меня аварии никогда до этого не было. Поэтому я не знала, что делать. Я знаю, что сзади меня где-то ехала моя сестра. Я ей сразу же позвонила. Говорю, Нина, так и так меня стукнули. Пожалуйста, подъезжай. Потому что я говорю, я вообще не знаю, что делать. Ну, мужчина сразу признал свою вину. Да, это я виноват. Я не увидел. Я, в общем, не доглядел. Вызвали полицию. Все. Составили полицейский репорт. Ну, ему выписали штраф. А мне ничего. Потому что это была его вина. Через неделю мы с детьми улетели в Казахстан. Я ничего не успела еще оформить по поводу страховки, выплаты. Мы уехали, но я спросила полицейского. Я его предупредила. Говорю, так и так. Я уезжаю вместе с детьми на месяц. Я буду далеко за пределами страны. Что мне делать? Он говорит, ничего страшного. Этот полицейский репорт действителен в течение пяти лет. Через месяц мы приехали. Ну, тут, знаете, подготовка к школе была. Мы уже приехали в конце августа. Подготовка к школе. Закупки. Адаптация. Привыкание к новому времени. И я, наверное, уже в середине сентября только оформила выплату на вот это мое повреждение. Но они быстро выплатили, быстро прислали деньги. Но мне абсолютно некогда было всем этим заниматься. И кого-то искать как-то. Мужу напоминаю, он тоже забывает. Дитя не плачет и мать не разумеет, да? В общем, и так это все протянулось до января. Что я не делала свою дверку. Шестого или седьмого января воскресенье было. Дима был на работе. Мы возвращались с детьми из церкви. И на этом же самом перекрестке я остановилась. И опять же я смотрю вправо, смотрю влево, чтобы не было машин. Машины там ехали. Но я продвинулась немножечко вперед, чтобы мне видеть, как много еще машин едут с той стороны. Потому что перекресток очень неудобный. И когда я стала продвигаться вперед, сзади меня стоял Вольцваген. Он почему-то решил, что я поехала. И он решил поехать тоже. И ударил меня на том же самом перекрестке. Ударил меня только так, как это уже был Вольцваген, такой маленькая машинка. Если у меня получится, я потом вставлю фотографию здесь этой машины. Он меня, значит, ударил уже гораздо ниже в бампер. В левую сторону бампера, с моей стороны. Но удар был намного сильнее. Пацанчик молодой, примерно от 17 до 21 года. Почему я так говорю? Потому что у него водительское удостоверение. У нас водительское удостоверение прямоугольное, располагается вот так. У тех, кого возраст от 17 до 21 года, у них как бы испытательный строк и водительское удостоверение вот так. Не так, а вот так располагается. Сверху фотографии и снизу все данные. В общем, ударил он меня. Ну, вышел, спрашивает, будем ли вызывать полицию. Я говорю, конечно, будем. Ты посмотри, что ты мне сделал. Там прям, ну, вы видели на видео, что там прям дырка такая хорошая. Я говорю, конечно, будем вызывать полицию. А у него малюсенькая царапинка. Там даже ничего сильное незаметно. Там если отшлифовать, наполировать, то ничего и не видно будет. А меня вот так он отмочил. Ну, в общем, вызвали полицию. Полиция приехала. Он получил штраф. Меня отпустили с расстроенным сердцем. Ну, что было делать? Ну, в этот раз я оформила гораздо все быстрее. Через неделю я, наверное, уже все оформила. Он должен был позвонить в свою страховую компанию, что так и так он совершил аварию. Ему должны были поднять страховку. Он ничего этого не сделал. Но ему это сделали после моего звонка. Теперь нужно было искать какую-то, как сказать, мастерскую, которая будет делать мою машину. И по условиям второй страховой компании, вот этого паренька, который меня ударил, у них такие условия. Сдаешь машину на ремонт только в мастерскую. Ни у кого-то у своих ты отремонтировать не можешь, чтобы сэкономить деньги. Сдаешь машину только в мастерскую. И они присылают счет в эту страховую компанию, на какую сумму им нужна, какая дополнительная сумма им еще нужна. И нужна ли вообще. Или им хватит той суммы, которую выплатили уже мне до этого. Я, когда посмотрела, какую сумму мне выплатили, я была, мягко говоря, в шоке. То, что они выплатили, это недостаточно, чтобы отремонтировать то повреждение, которое мне причинили. Я разговаривала с представителем страховой компании. Они сказали, да, мы пока предварительно выплатили такую сумму. Если понадобится больше, мастерская пришлет нам счет, и мы выплатим остальную сумму. Если нужно, будет больше. Итак, вчера я поехала наконец-то в мастерскую. И вышел представитель уже этой мастерской, который оформлял все документы. Он посмотрел повреждения, посмотрел все бумаги и сказал, что вам деньги выделили только на ремонт. Что бампер не менять. Я говорю, я не согласна с этим, но дверку еще, ладно, может быть, можно выправить. Ну, а бампер, тут такая дырень получилась. Его сто процентов нужно менять. Он говорит, я все понимаю, но вот на основании их бумаг мы можем только отремонтировать. Но, говорит, не расстраивайтесь раньше времени. Я согласен с вами, что бампер нужно менять. Мы снимем его, мы посмотрим. Если его можно отреставрировать, мы это сделаем. Если нет, мы будем делать запрос в страховую компанию, чтобы они увеличили сумму. В общем, на то мы и расстались. Подписала я все необходимые бумаги, которые нужно. И когда... Да, он говорит, подожди, не убегай. Сейчас за тобой приедет машина, и ты поедешь в агентство, которое дает машину в аренду. И правда, я только к дверям не успела даже подойти. Подходит женщина и говорит, я приехала за вами на счет аренды машины. Она меня довезла на своей машине до этого офиса по арендам. Давай смотреть по компьютеру. А они ничего не получили от страховой компании, чтобы... Потому что эта страховая компания должна давать деньги на аренду машины. Я не знаю, сколько стоит. По-моему, 30 долларов в день, если я не ошибаюсь, аренда машины стоит. Ну, в общем, они ничего не получили от страховой компании. От той компании, водитель которой меня стукнул. Я стала звонить вот от страховой компании. Говорю, так и так, я сейчас нахожусь в офисе по арендам машины. Свою машину я уже поставила на ремонт. Мне нужно брать в аренду машину. У них никаких данных нет, вы ничего им не прислали. Они говорят, подождите, сейчас мы все оформим. Не знаю, минут пять, может быть, прошло. И они говорят, извинились, что заставили меня подождать. И сказали, вот это арендатор, который предоставляет машину в аренду, они уже все получили, вы можете брать машину на прокат. Я подошла к этому представителю, к товарищу, который этим всем занимается. Он говорит, да, мы только что получили имейл, сейчас мы будем все оформлять вам. Оформили они мне машину. Я им говорю еще, вы мне только большую машину не давайте, потому что я никогда не ездила ни на джипах, ни на вэнах, ни на микроавтобусах. У меня всегда были маленькие машины. Он говорит, ну, посмотрим, если у нас есть маленькая машина. Ну, была маленькая машина Хундайка. Дали мне ее, ну, также оформили бумаги. Я посмотрела, чтобы не было никаких повреждений, потому что мне нужно будет эту машину потом сдавать. И если там будут какие-то царапины, которые там были, но я не заметила, и они их не зафиксировали, то платить буду я. Все записали, все отметили. Он согласился с моими условиями, я согласилась с его условиями. Я спросила, говорю, на какой срок вы мне даете эту машину? Он говорит, настолько, насколько нужно. Я говорю, что вы имеете в виду? Потому что я знаю, у нас уже был такой случай, когда моего мужа стукнули, и ему машину давали только на 30 дней. И через эти 30 дней он должен был найти другую машину, потому что у него машина была полностью разбита, без восстановления. И нам за эти 30 дней нужно было найти другую машину, и оформить, и купить ее, и деньги найти на нее. Поэтому я его уточнила, говорю, вы точно мне не даете на 30 дней, чтобы не получилось так, что пройдет 30 дней, и вы скажете, возвращай машину, а моя машина еще будет не отремонтирована? Он говорит, нет-нет, мы вам даем машину на столько, насколько нужно. Так как это не ваша вина, это стукнули вас, то платить будет та страховая компания столько, сколько вы будете ездить. Ну, в общем, взяла я машину, непривычно, конечно, было. И когда я оставляла свою «Хонду», такое впечатление, как будто я предаю старого друга, не знаю. 6 лет уже на ней отъездила, и как-то было жалко очень расставаться с ней. Я понимаю, что это на время, но я как представлю, что ей раскурочат весь зад. Мне было, конечно, очень жалко. Но надеюсь, что все сделают качественно, хорошо, и я получу свою «Хонду» в том состоянии, в котором она была до двух аварий. Ну, в общем, приехала я домой, повыскочили дети, выскочил муж, давай машину осматривать, спрашивают, нравится ли она мне, понравилась ли мне эта новая машина. Ну, не моя, а временная машина. Я сказала, ну, как бы особого отличия я не вижу. Едет точно так же, как и «Хонда», так же на автомате. В принципе, ну, только что новее. 20 тысяч миль всего лишь пробег. Это примерно 32 тысячи километров. Новая машина. А моя «Хонда», на ней уже пробег 80 тысяч. Это примерно 120 тысяч километров. Когда мы ее купили, у нее был пробег 11 тысяч всего лишь. Ну, за 6 лет вот это, в принципе, немного наездила. Так что теперь я езжу на другой машине. Сколько я буду ездить, не знаю. Ну, пока довольна. Сегодня утром детей отвезла. На остановку проехалась. Как бы сравнила еще раз со своей «Хондой». Ну, в принципе, особого отличия не вижу. Но что есть, то есть. Так что буду теперь ездить на ней какое-то время. Так, сейчас я пойду, наверное, на улицу. Покажу вам, как она выглядит, чтобы вы посмотрели. И займусь уборкой, потому что уже 16 минут наговорила, а дело мое не сдвинулось. Я решила не выходить из кадра, а рассказывать. Вот как эта машина выглядит со стороны. Больше всего мне нравятся в ней нью-йорковские номера. Такая «Хундайка». Черного цвета. У меня был серебристый металлик, но это куда ли черного цвета. Теперь и у Димы, и у меня черного цвета машина. Эта машина, конечно, погабаритнее немножечко. Моя «Хонда» вообще маленькая, аккуратненькая. Эта машина побольше. И внутри она побольше. Конечно, Евелина это сразу заметила. Так что вот такая машина. Сейчас покажу ее внутри. Очень объемный багажник. Что мне не хватает в «Хонде». Это уже наше барахло валяется, которое нужно выбросить старые вещи. Я обожаю большие багажники. Столько можно напихать в них. Очень вместительный салон. Мне нравится. И посмотрим с этой стороны. Это мои сумки. Я положила полотенце на сиденье, чтобы не замарать, чтобы вернуть ее в чистом виде потом. И сейчас я сяду вовнутрь и покажу, как она выглядит снутри. Так, заводим машину. Что мне понравилось, что она заводится очень тихо. Тихо работает вообще. Сейчас я выключу радио, чтобы она мне не шипела тут. Пробег у нее всего лишь 20 481 миля. Что мне еще нравится, что показывает температуру на улице. Это вообще класс. Что еще? Вместительные такие, как их звать-то, бардачки. Бардачок. Вернее, у меня их было два. Такая панель управления. Ну, конечно, новее, видимо, год выпуска. Я не знаю, я у Димы спросила, какой это год выпуска. Он не знает. В общем, вот такая машина, на которой я сейчас буду ездить. Не знаю, может быть около месяца, может больше. Так что, классно. И, кстати, сейчас скажу. На улице холодно, поэтому вышла в куртке. Кстати, за эту машину я ничего не плачу. Все оплачивает страховая компания от того паренька, который меня стугнул. Единственное, что я буду покупать бензин. Это да. И так как я получила машину с полным баком, то вернуть я ее должна тоже с полным баком. Что еще? Так вроде бы ничего. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу этого, то, пожалуйста, спрашивайте. Я постараюсь ответить. Больше не буду задерживать ваше внимание. Спасибо, что все это время вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Приглашайте своих друзей. Задавайте вопросы. И всего вам доброго. Ездите без аварий. Никому этого не желаю. Даже маленькая авария – это большой стресс. Так что желаю вам, которые находятся за рулем, охраны на дороге. Пусть все у вас будет хорошо. И все еще отсюда. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...